Просекречены новые сенсационные подробности деятельности Георгия Жукова. Судя по архивам, полководец активно участвовал в реабилитации репрессированных военачальников. За что же на самом деле отправили в отставку Жукова? Судя по архивным документам, советский полководец активно участвовал в реабилитации репрессированных военачальников, чем вызвал страху номенклатурной верхушки и последующую политическую кампанию против себя. За что же на самом деле отправили в отставку Георгия Жукова, продолжит Лейла Якимычева. Документы были рассекречены в конце нулевых, однако доступны стали только сейчас. Это приказы, записки, проекты постановления и инициативы Жукова за 55-57 годы, когда он был министром обороны. В то время шла серьезная политическая схватка маршала со сталинистами, которые были против реабилитации генералов Павлова, Климовских, Григорьева и других, обвиненных Сталином в развале Западного фронта летом 41-го года. Все они были расстреляны. Жуков в этой схватке побеждает, получив поддержку президиума ЦК и добивается полного оправдания казненных. Затем маршал берется за действующий генералитет, точнее за тех, кто был замешан в репрессиях 37-го года и получил высокие посты, отправив на смерть своих начальников и сослуживцев. До Жукова такими расследованиями никто не занимался. Показательным стало дело генерал-полковника Ивана Галицкого. По его доносу был осужден и расстрелян начальник инженерных войск Московского военного округа Семен Асланов. Жуков приводит доказательства клеветы, но не требует кровавой расправы над доносчиком, лишь снятие с должности начальника военной инженерной академии, лишение всех регалий и увольнение из армии. И президиум ЦК вновь принимает предложение маршала. Это взволновало ряды партийной и военной номенклатуры. Ведь если начнется охота на оборотни, занявших теплые кресла на волне террора, в число потенциальных фигурантов попадет большая часть властной верхушки. Понимал ли Жуков, что завел мину замедленного действия? В любом случае поступить иначе он не мог. Слишком велика в нем была потребность восстановить справедливость, говорит историк, обозреватель журнала «Огонек» Леонид Максименков. Я думаю, наслоилась его собственная биография. Он был свидетелем развязанного Ежовым и Сталином террора против наших военачальников в 1937 году. Это делал маршал Тухачевского и зачем Чистка, когда погибли тысячи людей. Он видел послевоенные проблемы в армии и сам стал жертвой понижения в должности. Так что здесь наложилось и собственное видение, и его понятие справедливости. Вообще его отношение к солдатам. Был такой эпизод на Дальнем Востоке в 1956 году, когда десантников из дивизии ВДВ высадили на неподготовленную почву. Фактически они приземлились на скалы и многие погибли. Жуков добивается принятия приказа, где впервые под ответственность были поставлены очень многие военачальники местного уровня. Не солдаты оказались виновными, которые не видели, куда они садились, а руководители. И вот это жуковское отношение и жажда и поиск, и то, что он добивался справедливости, это, конечно, отличало его линию в реабилитации жертв 1937 года. Партийная и военная верхушка постепенно консолидируется против Жукова. Параллельно раздражителем выступают планы маршала перевооружения армии и усиления ВПК. В этом Жуков стал оппонентом Хрущева, который, напротив, задумал сокращение армии, сдал военно-морскую базу в Порт-Артуре и отправил на переплавку крейсеры. Кроме того, возник конфликт вокруг подготовки к празднованию 40-летия Октябрьской революции. Министр обороны Жуков придумывает собственный сценарий военного праздника на Красной площади, который не устраивает Хрущева, говорит историк Леонид Максименков. У него вообще была программа целая, модернизация армии, изменение каких-то структурных подразделений, может быть, новых родов войск и так далее. Он придавал очень большое значение объективному написанию истории войны, снятия лоска и каких-то наслоений культа личности. И в этом ему очень помогал маршал Василевский, который был заместителем министра обороны и руководителем управления по военной истории. И когда собираются уже нанести удар по Жуку, первым делом добиваются увольнения на пенсию маршала Василевского. И это было уже первым знаком, что сгущаются тучи над маршалом Победы. Далее Жуков проигрывает аппаратную битву за визит в США. Маршал должен был провести переговоры с американским министром обороны Вильсоном. Готовилась его возможная встреча с президентом Эйзенхауэром. В то время летать в Америку советской верхушки было не принято. СССР был под американскими санкциями за подавление мятежа в Венгрии. И объявление о предстоящем визите было как гром среди ясного неба. В этой истории много белых пятен. Известно лишь, что Жуков в Америку не поехал. А по совпадению или нет, министр обороны США был отправлен в отставку незадолго до маршала. В октябре 1957 Жукова обвиняют в так называемом бонапартизме, якобы пытался поставить армию над партией и насаждал культ своей личности. В феврале 1958 его отправляют в отставку. Жуков уезжает на дачу и становится пенсионером, пишущим мемуары. Однако в его знаменитом двухтомнике нет ни слова о собственной масштабной работе по разоблачению доносчиков. Вернул маршала в общественную жизнь Брежнев, который взял курс на прославление Победы и не мог в этом контексте обойтись без Жукова. Маршала снова приглашают в Кремль и после смерти с почестями хоронят в Кремлевской стене. Однако обвинения в бонапартизме были сняты с Жукова лишь в 90-е годы.